Привет, стратегические жевжики! Вы слушаете Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь обязательно, если вы ещё до сих пор не подписались. Ставьте лайки, делитесь со всеми. Продолжаем. Humankind. Релизная версия. Выйдет 17 августа, но я вам уже могу показать. Продолжаю. Выше мы только в Древний мир. Прошлая серия была чисто племя. Мы племенем такие чух-чух-чух-чух-чух там чумоходили по земле. Но, тем не менее, если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней и начать просмотр с неё. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Выбрали мы ассирийцев, но мы, собственно, предпоследние вышли в культуру Древнего мира. «Высокую траву коса срезает первой». Такая вот у ассирии слоган. Видимо, они эти, как их газонокосильщики. Такие основные. Если вы смотрели фильм «Газонокосильщик» и так же боялись, как и я в детстве, то, конечно, ставьте лайк. В общем-то, вот так будет выглядеть игра 17 августа, когда вы её заполучите в свои цепкие лапки. И, собственно, по этому видео, по этому прохождению вы можете решить, надо вам оно или нет. Да, кстати, между сериями я изменил своего «Аватару». Если вы просто увидите, там немножко по-другому была женщина. Это была по умолчанию, в общем-то. «Аватарка по умолчанию». Я тут уже поигрался, изменил слегка. Так. Но мимбийцы предлагают торговлю. Ну, почему нет? Кстати, тоже изменили экран дипломатии. Раньше по-другому выглядело. То есть, они сделали такую вот горизонтальную, а раньше вертикальные были. Ну, давайте, примем. Да, озвучки нету в русском. Видите, на английском только. Чудесно, словно первые лучи рассветного солнца. Зашибись. Ну, собственно, мы-то договорились, но торговать им все равно нечем пока. А какая у него? Он воин. Боевая мощь плюс один. И мошенник. Почему-то мошенник — это промышленность плюс пять. Убеждение настойчивость. Никогда не сдаваться победой любой ценой. Гильгамеш. Гильгамеш. Ну, это ж Нубия, правильно я понимаю? Да. Это Нубия. Так. Заканчиваем ход. Сейчас город вырастет. И как раз мы вот этих всех остальных к себе добавим. И, наконец, последнее племя финикийцы стали. У меня был выбор, собственно, между финикийцами и ассирийцами. Так, у нас тут есть напряжение. А что вот сейчас у меня два было? Это выбрать социальные институты по двум социальным институтам. Ну вот видите, в русском языке, смотрите, не влазит, например, принять решение по двум социальным институтам. Просто не влазит. Что-то им надо делать. Мифы и основания. А, видите, теперь все принимается чисто за культуру. Раньше просто цивики накапливались. Видимо, они решили от этой идеи отойти, потому что, ну, это какая-то... Ну, кстати, довольно правильно, потому что это какой-то дополнительный слой. Зачем, если у нас есть культура? Вера или влияние? Вот в чем вопрос. И здесь еще законность. Так, а у меня сколько вообще сейчас культуры? 23. Основать Аванпост стоимость на 50% меньше. Давайте, наверное, вот это основать Аванпост примем на 50% дешевле. Стоит. И, видите, второй сейчас нельзя, пока накапливается, то есть... Или можно? Это, видите, за один ход... Ага, 16 влияния требуется. Окей. Так. Сколько сейчас стоит Аванпост поставить? Теперь 10. Слушайте, может мне все-таки здесь поставить Аванпост? Вначале. Я хочу вот эту все-таки территорию захватить. Все равно я пока не могу свои уникальные юниты строить, а потом уже вот эту с лошадьми. Я просто хочу вот эту территорию, чтобы не досталось... Не досталось... Нуми... Нуми... Нумибийцу. А нет у меня каких-нибудь тут предложений? Ну вот игра мне предлагает здесь, типа там больше выхлоп. Но... Мне вот эта территория больше нравится из-за того, что тут есть и стратегический ресурс, и ресурс роскоши. А здесь вообще никаких нету. Ну, может быть, там дальше чуть? Не знаю, мне почему-то хочется здесь больше ставить. 6, 2, нумибийцу где-то... Может, ближе к центру? А, видите, на стратегическом ресурсе нельзя. 5, 10. 6, 12. Ну, ладно, давайте здесь. Через 5 ходов в сфере культурного влияния нумибийцев окажется. Интересно. Так, о чем основана законность нашей власти? А, ну это я уже сам выбрал только что. Так, давайте, значит, размещаем в городе. Распустить отряды. И два жителя, как видите. Так, этот распустить отряды. Три жителя, отлично. Этим пока и следуем. Хорошо, если я попробую сейчас логово тут разграбить. Ну, это деньги мне должно дать. 10 монет. Давайте, наверное, разграбим. Тут пока нету животных. Злых, которые меня укусят за бочок. За бочок я имею в виду бок мой, а не сантехника. Сюда подойду. Ну, вообще, я бы возвращал, конечно, к городу. Просто они довольно далеко сейчас, вот эти. Все ребята. Три хода, три хода. Давайте, наверное, так пойду. Или даже вот так, действительно. Так мне больше нравится. Хочу тут исследовать. Судя по всему, конец континента. Чтобы я был уверен в этом. Слушайте, я не знаю. Светилища тут будут теперь постоянно висеть. Может, как мне тоже пограбить. А домашние мы из животных открыли. Теперь могу лошадей обрабатывать. Строить хлев. Плюс пять пищи за каждую лошадь. И моих уникальных ассирийских налетчиков. Ну, точнее, их я не могу строить, потому что у меня лошадей, собственно, пока нету. Так, ну, возвращаюсь в родные пенаты. Как там ближе всего идти? Пять ходов. Пять ходов. Пофигу, да? Давайте, наверное, так пойду вот сюда. Еще хочу тут тогда открыть, где я появился. Я, в общем-то, появился вот тут вот в снегах. Куда дальше пойдем? Тридцать пять, тридцать пять. Может, все-таки домашние у животных тридцать пять стоило? Каменная кладка позволяет расходовать население. Ну, я свои уникальные юниты открыл. Мне кажется, давайте лучше в календарь, чтобы можно было драгоценные... Ну, ресурсы, ресурсы роскоши обрабатывать начать. То есть, шелк смогу добавить. Руинка. Давайте посмотрим, что там. Разрушенное светилище. Пятнадцать науки, десять культуры. Нормально. Нормально. Так, что у нас тут по цивикам? Влияние либо вера. Плюс вера за территорию. Ну, давайте попробуем веру. Хотя, блин, это... Я хочу... Нет, давайте мы пока влияние сохраним на то, чтобы... Территорию присоединить. Тут пока два хода делается территория. Не знаю, надо подумать, где мне второй город делать. Вряд ли я хочу тут второй город. Хотя... Ладно, это мы все равно... Вашур. Вообще... Тут все сбалансировано. Но мне кажется, надо... А, у нее еще, тем более, минус к еде. Сейчас давайте на... Рост города. Плюс один... Что-то... Как-то вообще не растет. Через восемь ходов... Не, слушайте, это долго. Давайте тогда... Давайте я ручками буду... Менять. Менять. Вот так, два-два пускай будет. Потому что, ну, восемь ходов роста, это очень долго. Я лучше... Кстати, а почему я не могу... Строить... Амбар вот этот? Хлев, точнее. Он же дает плюс пять за... Пища земледельческая. Может, типа требуется земледельческий квартал? Укрытый закон. А, требуется одна же... Да. Невозможно построить, пока нет у вас лошадей. Понял. Сейчас мы видим, что случается, когда чужеземные культуры сходятся вместе и решают... Я не успел прочитать. Решают свои проблемы, наверное. Так, у нас там какая-то претензия. Давайте посмотрим... Напали на меня. Потребовать. А они выдвинули тоже, типа... Чтобы вы заплатили 100 мотив нарушения границы. Отвергнуть требования. Пища на моем решении не ваше дело, но я отзываю мои требования. Видите, не захотели. По-другому и быть не могло. Но я, видите, требую... Так. Ну, давайте битва вручную. Ну, по-моему... А кто из нас первый нападает, интересно? Я нападаю, похоже. Нет, он нападает. Тогда, вы знаете, я отойду вот сюда. Чтобы он снизу нападал. Мы получаем бонус. Ну, это тупо с его стороны. Потому что он только что имел... У меня, видите, плюс 4 преимущества от высоты. И я еще имел бонус за то, что я в защите стоял. Но, правда, битва на этом заканчивается. И я так понимаю, раз он нападал, то я победил. Он не смог меня убить. То есть это плюс 8 ко мне. Еще требования. А, я, по-моему, уже отклонил это, да? Да. То есть это можно не обращать внимания на эту фигню. Подтвердить это, типа, не требование подтвердить, а подтвердить, что я увидел это сообщение. Так, ну я, наверное, этим побегу сюда. Забирать территорию. Сколько сейчас стоит? 15. Нормально. Мне хватает культуры. У меня теперь, правда, присоединять к городу. То есть я, скорее всего, вот эту территорию и вот эту не буду... Хотя мне вот эту надо к городу будет присоединить. Знаете, я думаю о том, что у меня второй город где-то вот вот здесь надо ставить. Наверное, на этой территории, возможно. Как раз против фиолетового. А у него, кстати, тут второй город, скорее всего, стоит. Ну, в общем, я бы туда не лез пока. Не знаю, это второй город или присоединено к Керме, эта территория. Пока непонятно. Игра предлагает вот там территорию захватить. Но, естественно, мне надо с лошадью что-нибудь. Лошади всего одну вижу. Вообще, в принципе. Ну, то есть рядом у меня нету больше лошадей. Так что мне это важно. Вон там где-то очень далеко. Ну, кстати, еще медь тоже важная штука. Блин, где же тут лучше поставить? Все, 8-5. 10-7, кстати, неплохо. 10-9. И тут еще рядом с рекой. Вообще, да, я бы тут поставил. То есть это главное, чтобы присоединилось. Он сейчас 4 хода будет строиться, аванпост. Потом, когда присоединится, я смогу лошадь обработать. Так что пока так. О, вот зеленый. Вот еще одного хотя бы соседа. Ну, тут понятно, что у меня будут терки чисто с фиолетовым. Не знаю, когда там... Когда там зеленые вообще какие-то проблемы сможет создать. Ну, наверное, уже уберу. Все эти иконки. Я думаю, и так понятно. Приблизительно, что у нас происходит. Так, сколько мне там надо территории для первой звезды? Для первой звезды нельзя. Ждем. Город означает крышу над головой для тех, кто в ней нуждается. Место для хранения пищи, законы для скота. Вид у него может быть заурядным, но в любом случае лучше так, чем вообще никак. Так, квартал умельцев и амбар. Амбар, наверное, надо будет сейчас строить. Так, я построил свой уникальный райончик. Вот я могу показать, что могу эти уникальные районы только один на район. Видите, вот здесь он стоит на область. Блин, давайте, район на область. Тут он стоит, тут я уже не могу ставить. Зато тут могу поставить. Но пока не буду, пока не буду, я бы амбар построил. Сейчас с другой стороны и шелк тоже. А что шелк дает? Четыре стабильности и каждый ремесленный квартал плюс два к производству. Ух ты, смотрите, вот это тоже появилось только в релизе. Чудесные эффекты. Плюс пять процентов к промышленности. Но, чтобы улучшить эффект этого ресурса, вам нужно использовать не менее трех его источников. И изучить технологию меценатства. То есть после меценатства и когда у вас будет три шелка у нас, мы сможем такие бонусы получать. Ну, давайте думать, что мне сейчас важнее. Я могу еще гончарную мастерскую, еще влияние увеличить. Наверное, гончарную мастерскую, потому что я экспансионист. То есть мне надо захватывать территории. Как минимум восемь для первой звезды. То есть я больше всего славы именно за территорией получаю. Так что, тем более это один ход всего лишь. Я думаю, лучше так. Так, все равно я уникальный юнит свой не могу строить. Он, кстати, строится в три хода. Как только я обработаю лошадей, я начну... Да, тут еще надо помнить, что создание юнита тратит жителя. Вот мы сейчас добавляем жителей в город, но и создание юнитов тоже будет тратить жителей города. То есть это я не просто так. Ты считай, что я конвертирую постепенно через производство скаутов вот в этих вот ассирийских лучников? Нет, кто-то у меня... Ассирийские налетчики. Катя, что за способность? Отряд ближнего боя, игнорирующий вражескую зону контроля. Особенно хорошо подходит для охоты на стрелковые отряды. А, по-моему, у нумибийцев как раз уникальный юнит стрелковый отряд. И дает дополнительные деньги, когда уничтожает аванпост или независимый лагерь. То есть мне надо просто бегать и грабить все. Тем более, что у меня тут святилище есть. Это хорошая идея. Так, этого тоже в город. Определяем. Надо следить, чтобы у нас... Ага, слушайте, у нас-то еды не хватает. Через семь ходов. Вот в чем идея, что не надо... И может тогда квартал земледельческий добавим. Эти кварталы строятся только рядом с другими кварталами. И вот тут рекомендуется... Давайте, наверное, так сделаем. После гончарной мастерской земледельческий этого парня тогда пока... Давайте святилище грабить. Они, по идее, потом восстанавливаются. Сейчас посмотрим. Ну, плюс деньги получим. Так, дальше. Календарь открыли. Что я тут хочу? Наверное, ирригацию хочу. Ну, а что вот? Зачем мне вот это? Принудительный труд. Мастерская каменотеса. Хотя гора тут плюс три. Нашли объект интереса остатки животного. Слушайте, я, наверное... Тогда пойду еще какую-нибудь территорию... А, это тут они были. Еще какую-нибудь территорию тогда захвачу. А что у нас по влиянию культуры? Ассирийцы через три хода. Все-таки я больше влияю? Да, 15, а тут 11. Видите? Блин, мне, наверное, вот эту территорию надо захватить. Я думаю, что вот здесь город у меня еще будет. Видимо. Ну, добровольцы появились. Кайф. То есть, вот сейчас мне уже нету смысла добавлять жителей пока в свой город, потому что... Ну, тупо еды не хватает. Ладно, давайте оборону города. Гарнизон просто стабильность добавляет. То есть, это хорошая для начала штука. Ну, и, видимо, потрачу пока сейчас культуру на еще один цивик. Давайте попробуем веру. Я не знаю... Пока не понимаю, на что влияние на чужую территорию, но я точно знаю, что влияние на чужую религию, бонусы... В смысле, в смысле, просто влияние на территории может добавить много бонусов. Так, успешно разграбили. Так, тут дубхи появилось. Давайте глянем, сколько стоит присоединить территорию. 80 культуры. Угу. Ну, копим культуру, чтобы мусциду присоединить. А поставить аванпост стоит 20. Ну, я думаю, надо идти все равно сюда ставить аванпост, несомненно. Мне кажется, что где-то вот здесь у нас даже город будет, скорее всего, второй. Даже так вот скаута отметим. Золотые останки. На животных, обитающих в лесах вокруг города Ашшур, с незапамятных времен охотились ради их мяса. Но теперь один городской изобретатель предлагает использовать их туши и для других целей. Из них можно делать снаряжение для солдат, изготавливать из них украшения и даже превращать в удобрения. На что же мы пустим эту добычу? Так, если на снаряжение, то будет патриотизм и создание наземных отрядов дешевле на 20%. Я бы это взял, если бы я уже мог строить мои уникальные юниты. У меня получается два хода еще вот до появления аванпоста. Потом мне еще присоединить надо будет, это 80 культуры вряд ли будет. А потом еще обработать лошадей. Мне кажется, рановато. То есть у меня закончится патриотизм. Так, процветание плюс 5 денег на... Или изобилие плюс 5... Давайте пищу, у нас там как раз... Во-во-во, у нас как раз минус по еде был. И возможно я сейчас могу... Не, наверное земледельческий квартал надо построить. Потому что потом вот это вот хлев будет еще плюс одну еду земледельческому кварталу давать. Так что земледельческий квартал строим. Это все надо. Здесь собираем... Вот вы и встретились с мекенцами. Будем надеяться, что знакомство пройдет удачно. Их укрепления весьма внушительны. Так, что они там говорят нам? Предложение торговли. Примем. Отношение... У них ко мне неуверенность, а у нумийцев враждебность. Вау. Относится к нам иначе. Минус один. А у меня, кстати, плюс три, потому что требования есть. То есть я поэтому и держу эти требования. Так, а давайте мы у мекенцев попросим... Открытые... Кстати, торговать нас нечем, да? Давайте открытые границы попросим. За 20 монет. А давайте примем. Почему нет? Почему нет? Слушайте, а я же экспансионист. Я мог и без открытых границ. Я забыл. Разрешено в любое время нарушать границы. Это способность... У других культур они тоже на самом деле могут входить в границу, но они будут получать урон. Если границы закрыты. А экспансионисты всегда... То есть я зря просто 20 монет заплатил. Ну, получается... Так, это мы встретились. Давайте вниз исследовать. Никакое чудо я еще не открыл, да? Вообще чудо природы не нашел. Жаль. Так, вот тут у нас... Источник свинца. Плюм-бум или опасная игра. Так, оборона города изучена. Нумибийцы опять выдвигают требования. Отвергаю. У них опять плюс 5 от требований было. Но это, кстати, из-за влияния культуры. Видимо, как-то вот так это все работает. То есть, ставя просто рядом с нумибийцем, например, какие-то районы, вы увеличиваете их желание с вами воевать. Что логично. Ну, давайте плотничество. Ну, давайте плотничество. Так. Ставим. Этих 20 монет строить ассирийских этих рейдеров, то у меня будет уменьшаться население. И я за счет скаутов буду его... А вот, кстати, экспансия, видите? Позволяет направить армию к чужому аванпосту или административному центру с силой присоединить его к вашей империи. От процесса менять несколько ходов и может быть прерван. Ну, смотрите. Я вот сейчас здесь поставлю аванпост. И потом попробую у нумибийцев отжать тогда вот за эту способность. Этой способностью попробую отжать. Территорию. Вы нашли потрясающую достопримечательность. Безжизненная местность Тар. Это где? Ага, вот это все, да? Вот это все безжизненная местность Тар. Хм. Пока не знаю, как это использовать. О, кстати, зеленый меня нашел. Так, опять тут на меня нападает. Ну? Блин, а почему-то у него высокое место ему отдается. О, блин. Фак, я ниже оказался. Я думал, это не ниже находится. Ладно, я вот сюда отойду, чтобы территорию свою держать. Черт. Просто стоит в защите, чтобы он не мог победить. Но на этом как бы закончится битва и будет считаться, что он проиграл. Победа. Победа. И здесь... Видите, минус 8 от поражения. Так, он мне, по-моему, не дал поставить аванпост. Я правильно понял? Так, мусцида есть. Следующим ходом присоединю. Мне надо было аванпост тут поставить, потратить 20 культуры. Ну, все, наверное, отправляю домой. Он долго будет бежать там. Тут тоже все открыто. Я думаю... Я надеюсь еще, что зеленый с кем-нибудь там тоже граничит. Так, как тут у нас Ашур... Земледельческий район еще и этих увеличит количество. Ячейка землевладельцев. То есть еще больше можно будет расти. Так что... Разблокированы деяния. Чудо природы... Не я. Не я открыл чудо природы. Большой барьерный риф. Кто-то другой открыл. Да, кстати, можно лечить за деньги, если кто не в курсе. Вот видите, я выбираю. Плачу 18, оно сразу вылечено будет. Не обязательно. Но это правда только на своей территории можно делать. Давайте попробуем и пойду эту территорию. Или мне сразу лучше туда бежать, чтобы... А, он три хода строится еще только. Вот я бы Талиман отжал тогда. Смотрите, вот как вот это? Если я тут нажму просто... Вот давайте, если... Ну, там без накован посту надо именно отправлять. Блин. Ладно, давайте так пойдем. Потому что туда что-то далеко бежать. А-а-а. Тупо. Тут видите, пройти невозможно. Черт. Ладно, пошли к тому тогда. Ну, керму мы не отожмем никак. Только аванпоста считается. И тут вот непонятно. Вот с этой территории это аванпост, который присоединен к керме. Или в какой-нибудь второй город. Так, кстати, к столице присоединяем Мусциду. Это, между прочим, снижает стабильность, но в принципе нормально. И лошадей обрабатываем, естественно, сразу после земледелеческого квартала. То есть у нас через три хода мы начнем фигачить налетчиков. А это, кстати, не скауты даже, а войны. Понимаете, вот это святилище разграбим. Так, слушайте, а тут типа конец уже карты. Блин. Мы же не можем быть втроем на континенте, правильно? О, первую звезду получил. Интересно, за что? Наверное, за техи, я думаю. Интересно, может этот парень нам грабить территорию? Я думаю, может. Но я нападать на него не хочу, потому что мне надо будет как бы его убить тогда. Такая трансгрессия не может быть просто отвергнута. Ну что, отвергнем требования? Или все-таки дождемся создания хоть одного рейдера? Прежде чем быковать. Обработка бронзы. Но дело в том, что медь у нас далековато вообще. Шпионы, диверсанты или простое невезение? Вы больше не входите в тройку империй, завоевавших наибольшую известность. Хо, прикольно, что это так сообщается рассказчикам. Мне это нравится. Ну это, наверное, либо ловлю рыбы, либо ирригацию. В принципе, ирригация мне нравится, потому что у меня, во-первых, и реки есть, где это будет работать. И, знаете, я, наверное, добавлю в город уже. Так, еды хватает. Плюс один. Если так, через два хода. Давайте вот так растем. Я бы, наверное, в аванпост встал пока, чтобы он ничего не сделал здесь. И будем удерживать позицию. Вот так пока. Да, блин. Зеленый, ты прикалываешься? Дай пройти. Он как будто специально территорию держит, да, чтобы я светилища не разграбил. Ладно, фиг с тобой. Пойду тут лучше исследовать тогда. Ну, с зеленым, мне кажется, надо... Ух ты, разрывает договор. Нет торговли. Ну, потому что... Слишком я быкую, я так понимаю. Поехали. Налетчики. Как минимум три штучки. О, напал все-таки. Ну, что ж, вручную битва. Закончить развертывание. Видите, он больше получает урон, потому что он через реку, типа, воюет. А я еще и в этом нахожусь. Что я просто стою дальше. Он больше урон получает. Оно, конечно, не умрет, но и меня не убьет и не захватит. Хотя флаг у меня вот здесь. Он мог бы, на самом деле, обойти. Но, как бы, считается, он проиграл. Теперь ему минус восемь... Минус восемь к военной поддержке. Ну, не знаю. О, мекенцы нашли... Не знаю, это, по-моему, не дает никаких... Славы, никакой славы. Вот это нахождение именно не чудес природы. О, новая претензия. Так. Потребовать. Он у меня уже... Он у меня, когда будет проиграть войну, будет 300 платить. Я его, наверное, вассалом сделаю. Очень я ему не нравлюсь. А с мекенцами как? Неуверенность. А почему он у него увеличивается? А, у него особенность. Он милитарист сам по себе. Нет? От военной поддержки ниже базового показателя в мирное время. То есть, видимо, у меня армия меньше, чем у него, или как? Ну, ничего, а то сейчас мы тут исправим рейдерами. Не страшно. Тем более, он далеко находится. Вряд ли он тут попрется на меня нападать. Хотя компьютер... Знаете, от компьютера можно все, чего угодно ждать. Вот в самом аванпосте выросло население. Обратите внимание. Так. Вылечим сразу на всякий пожарный. Вдруг он нападет. Коровьи ужасы. Боже. Вся наша империя находится в власти старых традиций. Но нигде этого не видно так ярко, как в городе Ашуре. Ну, у меня единственный город, в общем-то. Местные жители суеверны. Они охотно верят в мифы и живут слухами. И вот теперь они начали устраивать суды над домашним скотом. После того, как целое стадо приговорили к сожжению на костре за заговор против империи, один местный богатый землевладелец не выдержал и обратился к нам с просьбой вмешаться. Какова наша позиция по этому судебному решению? Ну, это вот еще одна из механик. В игре есть три... Эй, четыре, извините. Четыре оси развития. Значит, тут. В религиозных традициях кроется сила нашей империи. Мы не потерпим неуважения к обычаям города Ашур. Накладывает статус фанатизм. Плюс 25% веры. Отмените решение. Мы спасем стадо, если землевладелец пообещает превратить город в житницу империи. Изобилие. И городу Ашуру пора выбираться из темных веков. Статус учеба. Я бы, наверное, науку взял. И пойдем ближе к, собственно, к науке. Вот мы сейчас... Ну, тут все ровно, да? А вот здесь мы, видите, к вере скатываемся. Проблема в том, что это снизило на 5 стабильность нам, но добавило плюс 2 веры за каждую территорию. Но, правда, у нас нету еще религии даже не основано. Это показывает, за что мы скоро новую звезду получим за население. Ладно, поехали дальше исследовать. О! А вот и религия открылась. Политеизм или шаманство? Вера за население или вера за количество присоединенных территорий? Население у нас 11, то есть будет плюс 11. Но территории-то у нас побольше. То есть, я так понимаю, за каждую присоединенную территорию плюс 5 будет? Давайте политеизм попробуем. Изменим на... Лешаизм. Отделять от других. И пока у нас нету последователей. Вот тут будет 4 уровня у религии, и от количества последователей будет зависеть. Ну, у мебийцев вообще нету религии, так что, я думаю, будем влиять на них. Неужели тут больше на нашем континенте никого не будет? Прям не верится. Так, сколько там вообще у нас эти будут строиться еще? Ой, а, тут я иду собирать, да. Рейдеры. Еще можно, наверное, скупить попробовать. Ну, я вообще могу перебросить на производство. Может, не стоит тут дальше так сильно нам расти? О, давайте вот так, чтобы побыстрее. Один ход, 3, 5. То есть, 5 ходов, 3. Ну, тут армия из 4, так что нам надо 4 построить будет, я думаю. Я, правда, уже сразу поскочу первым. Перехода до религиозного обращения. Да, я, наверное, знаете, что им поскочу сюда. Правда, не факт, что у меня денег хватит. Ну, к Талиману поскочу, чтобы попытаться забрать у мебийца эту территорию так. Ага, нету, нету текста. Ну, короче, чувак сказал, что вы построили первый уникальный юнит. Поздравляем, продолжайте. В том же духе. Блин, получаю звезды за все, кроме экспансии. Не, ну тут на самом деле... Странно, а почему 3 считается? Подождите, у меня по идее... Почему 3 территории? У меня аж у 1, 2, 3, 4, 5, по-моему, должно быть территория. А почему 3? Непонятненько. Так, ну, скачем сюда. Они еще и быстрые, к тому же, смотрите, на 7 клеток. 7 очков перемещения. Ну что? 75 денег надо, чтобы обратить... Так, давайте мы, наверное, на деньги тогда... Я не хочу... Я могу, кстати, разграбить просто. 47 монет. Но я, естественно, хочу себе присоединить, поэтому давайте... 75 монет. Это мне сколько не хватает? 27, да? Нет, вот уже будет... Все равно 2 хода. Это 3. Вот так давайте... Во-первых, так сделаем. Во-вторых... Тут собираем. О, 40 монет. Это я хорошо зашел. Так, в общем-то, сразу можем начинать обращение. Сделал я? По-моему, нет. А, нет, потратил деньги. Да, 4 хода. Все, стоим, обращаем. Этого парня... Сюда ведем, чтобы в столицу посадить. Да, блин. Ты утомил, слушай. А как вот он... Это, не знаю, он стоял, ждал, чтобы я тут прошел или как? А, ну я тут тогда встану... Ничего не буду делать пока. Так, меккенцы предлагают... Пакт о ненападении. Приму. Теперь я могу у нумибийцев... Вот это, что напали на меня? Потребовать. Уже 4 требования. И у меня очень неплохая военная поддержка населения. Все-таки напал. Ты посмотри-ка. Ну я вот сюда становлюсь. И опять... Если он будет опять об меня биться... Это будет, конечно, смешно. Да, ведь у меня тут защита... Через... Хотя на переправе... Это у меня снижение? От пересечения реки. Блин. Не очень хорошо. Давайте, наверное, вот сюда встанем. 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 Он еще и снизу. У меня все-таки считается, я все равно на пересечении. Ладно, я стою в защите просто. Он снизу имеет штраф. И, в общем-то, битва закончена, но опять проиграл. Ну, мидийцы просто... Ну, мидийцы, ну, мидийцы постоянно нападают и проигрывают. Может, алленя зарезать. Правда, это в моем случае ничего кроме опыта, наверное, не даст. Я тебе даже автоматом проведу бой. 30% здоровья. Ну, тут пока бегаешь... А, ну, 5 монет получаешь. Пока бегаешь, тоже восстанавливаешься. Так что это... Не страшно. Так, слушайте, может мне тогда... Чеми-нафига мне тут деньги, если я уже нашел необходимые мне ресурсы? Пускай лучше быстрее армия строится. Два хода все равно. Так, 8. Так, 6. А, ну, давайте так. Давайте вылечимся. Блин, он напал на меня. Ну, вот сейчас мне, наверное, все-таки надо отступить. Я не успел полечиться, и он нападает... Ух ты, а у него тут кто? А, ну, это просто всадник. Это просто всадник. Так, лечимся. Через 3 хода это будет добавлено. Тут появится рейдер. Ну, я тогда начну этих всех ребят мочить. Кто-то, кто-то, кто-то офигел, мне кажется. И этот кто-то, ну, мибийц. Так, давайте посмотрим. Вот у нас этим ходом 70 хитпоинтов. Я считаю, что следующим ходом количество хитпоинтов увеличится все-таки. Ух ты. Науку дали. 15 луки и 10 культуры. Нормально. Он еще наука. Так, ловлю рыбы теперь. Разрушенное светилище. 40 культуры, 15 науки. Лес Пхитарканика. Ух ты, красиво. Интересно. Я не знаю, кстати, это вообще на что-то влияет? Вот эти все лесы. Так, этого парня в город добавляем. Так, 4 хода атак. 5 ходов. Ну, я вот по последнему смотрю. Тут складывается. Это вы не думаете, что вот этот 1 ход, потом 3 хода вот это, и потом 5 ходов это. Нет, это показывает, что вот через 5 ходов уже вот это все будет построено. Так, а что с религией? 0 последователей. Ну вот, через 1 ход здесь станет. Видите, тут как конвертится все быстренько. Ну, правда, у нумидийцев тоже какой-то политеизм они открыли. Так что надо быстрее их тавой. Ну, грабить он мне не может, потому что у меня войну не объявил. Если объявят войну, тогда будет... Я вот так вот могу территории захватывать без объявления войны. И, кстати, он на моей территории без открытых границ, он получает урон здесь. Большая голубая дыра. Ну, вот здесь мне приходится биться, к сожалению. Но, вообще-то, я могу... А, нет, организация войска еще не открыта. Ну, у меня минус скаут, судя по всему. Но я отомщу. У нас тут есть полки. Понимаешь. Не, ну... Тварина. Он первый начал нападать на меня постоянно. Согласитесь. Так, во-первых, претензии надо... Дальше отвергнуть требования. Но он, скорее всего, следующим ходом, возможно, и войну объявит. А, так он меня объявил? Нет, это сражение идет. Вообще, странно, что он на моей территории может нападать. Обычно это на нейтральных только происходит. Или это просто холодная война в human kind. Я вот не помню, как это сделано. Ну, давайте поборемся. Но, ему, правда, видите, ему надо флаг захватить. А он как раз в низине. И это немножко тупо. Давайте я сюда встану. Но я буду... Ну, тут у него двумя юнитами. Он мне нормально так. Блин, у меня уже скаут прокачан был. А он, кстати, не использует второго юнита. Так он, может, и не убьет меня сейчас. Вау! Он мне, кстати, не... Прикол. Он мне не убьет скаута. И он... И флаг не захватил. Но компьютер тупанул. Конечно же. То есть, он... Считается, что он проиграл эту битву. Ему надо либо флаг захватывать, либо убивать мне юнит. А он ни то, ни другое не сделал. Блин, денег не хватает на... То, чтобы вылечить. Так, ну вот тут я уже своего коня успею... О, он еще сюда, он отступил куда-то. Очень странно. Ненависть. Изменилось отношение ко мне на ненависть. Нет, 70 как было, так и осталось. Все-таки не увеличивай. Но это, наверное, надо на какой-то... Либо на своей дружеской территории. По-моему, вот здесь где-то написано... А, сейчас найду. Я вспомнил, как оно лечится. Вот здесь, например, истощена все очки. Тут где-то... Вот, в достатке. Это армия деслоцирована на своей территории. Поэтому восстанавливать здоровье. Может получить плюс 20 восстановления. Будет, видите? Еще увечья, потому что раненый минус 2 к силе. Но, в принципе, он 20 должен хитпоинтов восстановить. Следующим ходом. Так, ну пошли сюда собирать. И, я думаю, уже продолжение и восстановление юнитов следующей серии. Спасибо, что смотрите. Релизная версия Humankind. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Я стараюсь, как записываю, сразу выкладывать. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо за поддержку. Спасибо за просмотры. Клипы не забывайте делать, конечно же. А потом мини-прохождение всего этого релизной версии по вашим клипам сделаю. Ну и впечатления. Пишите впечатления, как вам релизная версия. Седавно вы пока до 17 августа поиграть не сможете. Уж так получается. Все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.